Ребята, рада вас всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Настя, я снимаю ролики про макияж и косметику. Друзья, сегодня я бы хотела поговорить на такую мне, скажем, достаточно актуальную тему, как макияж для светлокожих. Вы знаете, я по себе знаю, что такой макияж имеет свои особенности. Я сегодня специально надела открытый топ, чтобы вы видели, насколько у меня светлая кожа. Зимой она реально, мне кажется, практически белая, и летом она может стать чуть темнее, но на 1-2 тона, потому что, помимо прочего, я еще и не загораю, и сильно темнее никогда не становлюсь. Поэтому, безусловно, в макияже такой светлой кожи есть свои особенности, особенно в макияже лица, уж простите за тавтологию. Поэтому я надеюсь, что видео для таких же светленьких девочек будет интересно и полезно. Если так, то, пожалуйста, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить будущие видео. Ну а теперь давайте начнем. Ну что, друзья, как я уже сказала, сегодня мы с вами будем разбирать макияж для светлокожих девушек, и мне кажется, что особенность такого макияжа именно в макияже кожи, потому что макияж губ или глаз, это в любом случае все зависит от того, какие цвета вам нравятся, сочетание оттенков, и в зависимости от этого вы делаете себе тот или иной образ. Поэтому у меня сейчас есть уже легкий макияж на глазах и на губах, поэтому я могу немного странно выглядеть. Давайте начнем, и первое, с чего бы мне хотелось начать, это, наверное, с корректоров. Светлая кожа, мне кажется, отличается такой особенностью, что на ней любые недостатки очень сильно видны. Венки, какие-то покраснения, прыщики, синячки, ну что бы это ни было, из-за того, что сам цвет кожи очень контрастный, да, он белый, светлый, то и на нем все еще больше выделяется, чем на, да, допустим, смуглых девушках. Поэтому мне кажется, что на такой коже уместно использовать корректоры, однако это нужно делать с умом, не нужно наносить на все лицо тот или иной цвет, тот или иной, да, корректор, и нужно использовать лишь точечно на те моменты, которые мы реально хотим скорректировать. Начну я с зеленого корректора, мне очень нравятся от бренда NYX, они есть во многих абсолютно брендах, мне нравится конкретно этот, хотя он и бюджетный достаточно. Почему он мне нравится? Во-первых, у него хороший зеленый пигмент, во-вторых, он хорошо тушуется, в-третьих, ему нужно совсем чуть-чуть для того, чтобы точечно что-то перекрыть, и последнее, мне кажется, самое главное, у многих именно зеленых корректоров бывает следующая проблема. Ты их нанес, растушевал и сверху кладешь тон или контилер, и этот зеленый корректор как будто бы просвечивает сквозь тон, и в итоге кожа приобретает какой-то зеленоватый подтон, и в итоге лицо смотрится нездоровым. Вот у этого корректора нет такой проблемы, и опять-таки я наношу его только точечно, на какие-то воспаления, растушевываю, сверху кладу тон, и у меня уже именно краснота, да, вот этих прыщей или воспалений, или каких-то недостатков видна сильно меньше, ну а дальше тон и консилер тоже делают свою работу, и лучше скрывают все эти недостатки, чем если бы мы не использовали эту штуку и просто воспользовались бы тоном. Но так как у меня сейчас нету никаких ярких воспалений для того, чтобы вам показать работу этого корректора, я перейду к еще одному корректору, который я хотела упомянуть, и как раз-таки его я покажу в действии на себе, а именно это розовый корректор, они, такие корректоры розовые или лососевого цвета, предназначены для того, чтобы скрывать синячки под глазами. Я вот как раз-таки яркий пример того, что у меня есть синяки под глазами, кожа у меня светлая, и эти синяки особенно видны. Конечно, они убывают у смуглых девушек, но они у них не так заметны, не так бросаются в глаза, как, например, у меня. Поэтому я вас призываю, если вы никогда не пробовали розовый корректор, я вас очень прошу попробовать, потому что на каждый день это, безусловно, не обязательно, естественно, и в любом случае вы должны делать макияж так, как комфортно вам, но если речь идет уже о каком-то, знаете, более ярком макияже, о каком-то вечернем образе, когда вы хотите выделить глаза или губы, с таким макияжем особенно важно, чтобы тон лица был, ну, насколько это возможно, ровным. И синяки под глазами в любом случае, конечно, будут видны, но если использовать корректор, они будут видны сильно меньше. Я вас очень прошу, если вы никогда не пробовали, то, пожалуйста, попробуйте этот прием. Я очень люблю розовый корректор от бренда Бека, пользуюсь им несколько месяцев, и вы знаете, не зря о нем действительно так много хороших отзывов, потому что продукт очень крутой. Мягкая консистенция, очень пластичный, очень удачный, опять-таки, розовый пигмент, потому что не все корректоры обладают хорошим пигментом, который хорошо перекроет синеву, при этом не будет очень толстым слоем лежать на коже. Вот у этого продукта прям в нем сошлось все, что я искала, и поэтому мне он очень нравится. Итак, что я делаю? Я набираю на кисть этот корректор и наношу только туда, где у меня есть сам синячок. Смысл в том, что мы эти корректоры используем, но мы не хотим создавать дополнительных слоев в ненужных нам местах. Мы наносим только туда, где у нас действительно есть какая-то проблема, для того, чтобы впоследствии консилер лучше эту проблему скрыл и выровнял в целом всю зону. Вот сейчас я уже нанесла немного корректора, и я очень надеюсь, что камера придает разницу между этим глазом, где у меня нанесен корректор, и этим, где у меня не нанесено ничего. Я надеюсь, что видно, что здесь просто с одним корректором синяк уже намного менее заметный. Ну что, давайте двигаться дальше, и мы переходим к нанесению тональных средств. Это тональный крем, чтобы это ни было, биби-крем и консилер. Здесь просто светлокожие девушки, и я, естественно, в том числе, просто постоянно встречаюсь с той проблемой, что мало того, что нужно сориентироваться просто в многообразии косметики, понять, какой тебе продукт нужен, чтобы он хорошо лежал, там, хорошо что-то скрыл, или там, не подчеркнул шелушения, не забился в поры, что бы это ни было. Более того, подходящий цвет – это настоящая проблема для таких вот, как мы с вами, для таких белоснежек, потому что, ну, просто практически в каждом бренде самый светлый тон для меня все равно темный. Я, как бы, есть, конечно, исключения, есть тональные средства, которые я нахожу, и они подходят мне по цвету, но случается такое, скорее, вообще, скорее-таки, случаи – это исключение, чем правило. Поэтому здесь я очень хочу вам порекомендовать обратить на такие, обратить внимание на такие вещи, как вот такие вот миксеры, или аджастеры, или капли, называться они могут как угодно. В итоге говоря, это просто пигмент, в нашем случае с вами, это белый пигмент, который осветляет то или иное средство. На самом деле, можно добавлять его и в румяны, если вам хочется сделать цвет более нежным, и, естественно, в тональные средства и консилеры. У меня конкретно, опять-таки, бренд Никс, но есть такие и в бренде Катрис, и в бренде Инглот, и в Маке. Ну, в общем, просто надо поискать и найти тот, который вам будет нравиться с точки зрения финансов. Просто выдавливаю на руку тональный крем, добавляю каплю белого аджастера. Добавлять советую постепенно, потому что иногда можно переборщить так, что он будет, ну, не то чтобы светлым, а практически белым. Хотя, возможно, кому-то именно это и нужно, потому что, знаете, бывают действительно очень-очень светлокожие девушки светлее, чем я. Я в это не верила, но такое случается. Вот так вот это дело выглядит. Я потом перемешиваю это пальчиком, и уже оцениваю, достаточно ли светлая смесь получилась у меня. То же самое я проделываю и с консилерами, потому что, если я еще готова согласиться на темное тональное средство, то с консилерами я особенно люблю, чтобы он в точности попадал в цвет моей кожи, а это, ну, просто практически нереально. Поэтому в консилеры я также подмешиваю такие аджастеры. Когда у нас получилась уже смесь, которая нам нравится по цвету, мы наносим ее, как обычный тональный крем. И здорово, что конкретно вот этот аджастер от NYX, он не меняет, знаете, именно структуру тона, то есть никак не ухудшает его в плане, там, стойкости, нанесения, ну, каких-то еще других свойств. То есть он просто действительно заменяет цвет. К сожалению, здесь не угадаешь. Протестировать такую вещь в магазине просто невозможно, поэтому нужно попытать счастье и успех, так скажем. Собственно, как и со всем в мире косметики. Но могу сказать, что я пробовала капли от NYX и я пробовала капли от Catrice. И те, и другие мне понравились, и за те, и другие я могу отвечать. И, к слову говоря, безусловно, вы можете купить более темные капли и таким же образом менять тональный крем под себя, делать его более темным, если вдруг случилось так, что вы загорели, ну, или еще по каким-либо причинам. Ну что, тон я нанесла, и теперь, как я говорила, то же самое проделаю с консилером. Смешиваю все это между собой. Вот так это в слову выглядит. Смешиваю между собой и наношу на лицо. И так далее, когда мы уже выровняли тон, можно воспользоваться пудрой. Я в последнее время пудру использую, но очень мало, и чаще всего это подглазное пространство и вот это зоны, где у меня в течение дня возникает жирный блеск. В остальные места я практически пудру не наношу, но только если какой-то, не знаю, нередовой случай произошел. Немножко еще наношу иногда по центру лба, чтобы там также заматировать лицо, потому что в течение дня возникает жирный блеск. И в целом это все. Ну, что касается пудры, здесь, слава богу, особых проблем не возникает, потому что даже если она изначально темная для вас, то наносить ее в любом случае много не нужно, поэтому она не отдаст много пигмента на кожу и, соответственно, не сделает ее ни более темной, ни более светлой. Теперь давайте перейдем, мне кажется, к самому как раз-таки сложному моменту именно в макияже лица для светлокожих девушек. Это бронзер, контуринг, хайлайтер и румяна. Давайте, наверное, начнем с румян. И что здесь я имею сказать на этот счет? Я вообще, в принципе, предпочитаю румяна с розовым тоном. Вот знаете, прям красные, ярко-розовые, прям поросячьи. Я, в принципе, их люблю больше, потому что, на мой взгляд, они всегда придают свежести, они всегда выглядят на всех выигрышно, и даже на смуглых девушках это даже по-другому красиво, нежели на светлокожих, но тоже очень вообще классно смотрится. Но именно когда речь идет о светлокожих, я, в принципе, рекомендую обращать внимание именно на такого рода румяна. Они могут быть именно разной интенсивности по цвету, да, то есть светло-розовые, темно-розовые, ярко-розовые, пастельно-розовые. Но они, я считаю, должны быть именно в розовой гамме, потому что, как раньше вообще делали румянец, щипали себя за щечки, и на этом макияж был готов. Так вот, если вы так же сделаете, то у вас никогда не проступит желтый, оранжевый, какой-то персиковый пигмент, никогда, потому что у светлокожих девушек, ну, нет у них такого пигмента, у них скорее кожа склонна к какому-то, к какому-то именно, к какой-то красноте. Поэтому такой румянец, ярко-розовый, будет смотреться максимально натурально и выигрышно на вас. Есть много разных румян, я сейчас покажу вам несколько. Естественно, вы выбираете те бренды, которые вам нравятся и с точки зрения бюджета, и с точки зрения цвета, и финиша, и так далее. Но вот, например, ярко-розовые румяны от Bobby Brown в цвете «Нектар» очень яркие, но вот это именно те розовые румяны, которые я имею в виду. Есть еще румяна чуть более темные, с уже более сверкающим финишем, потому что Bobby Brown матовые. Это Charlotte Tilbury в цвете «Love Glow». Они тоже достаточно яркие, розовые. Есть менее яркие, со сверкающим финишем, но не такие активно розовые. Это бренд Lumine в цвете номер один. Это могут быть любые румяны, повторюсь. Я рекомендую вам обращать внимание именно на румяна с розовым пигментом. Давайте для примера я возьму бренд Lumine. Очень крутые румяна, потому что у них, опять-таки, розовый потон. Они с мерцающим финишем и смотрятся на коже очень... Они придают коже очень такое свежее свечение и сияние. И на самом деле, если вы купили или у вас есть уже очень яркие розовые румяна, но вы не знаете, как их использовать, потому что они безумно яркие, и получается просто матрешка, я вам рекомендую брать очень мягкую кисть, вот даже более мягкую, чем эта. Например, вот такую, где волоски, видите, это кисточка дуофибра, где волоски расположены уже в конце самого ворса, они расположены на очень таком расстоянии друг от друга, весьма далеком. И поэтому она не нанесет вам продукт любой, в принципе, очень ярко и плотно. Или, например, вот такая кисть, она безумно пушистая и мягкая, и она, опять-таки, не нанесет продукт очень насыщенно. Я же, для примера, как сказала, возьму бренд Lumine, они не такие яркие, поэтому я возьму вот такую факелообразную кисть, кисть может быть любой, и, соответственно, как всегда, наношу румяна примерно практически на косточку, но я надеюсь, что вы увидите, как сразу лицо становится, ну вот прям свежачок. Именно такой, знаете, появляется румяна, румянец такой, как с мороза. И обратите внимание, что мы наносим большую часть румян сюда, но сюда я их просто оттушевываю. И никогда не бойтесь с румянами переборщить, потому что это первое, что теряет насыщенность на лице. Нанесите их и подождите минут 20. Скорее всего, они станут менее насыщенными, и с такой интенсивностью вы будете готовы смириться и пойти на улицу. Теперь давайте перейдем к хайлайтерам. И не знаю, как вы, но лично я, как представитель Белоснежек, не раз испытывала такую проблему, что все хайлайтеры, те хайлайтеры, которые многие рекомендуют, о которых многие хорошо отзываются, они для меня темные. То есть, если я буду смотреть прямо на вас, вы сможете на мне здесь увидеть там какую-нибудь желтую полоску или такую розоватую полоску. То есть, они действительно темные для моей светлой кожи. Поэтому я здесь хотела до вас донести, какие хайлайтеры стоит выбирать. Вообще, вообще для светлой кожи, на мой взгляд, лучше всего работают хайлайтеры такие цвета шампанского или даже розоватого тона. Золотых хайлайтеров, которые будут достаточно светлыми для светлой кожи, очень мало. И я недавно нашла один, но и то он не то чтобы прям, знаете, золотой. Он скорее золотистый, чем розовый. Но это не прям то золото, которое мы привыкли в хайлайтерах представлять. Потому что то золото, которое мы привыкли представлять, оно для нас темное. Итак, я рекомендую хайлайтер от бренда Evelyn. Показывала его вам недавно. У него золотой оттенок, и он очень классный по текстуре, запеченный, шелковистый. Очень мне нравится. Еще один хайлайтер, это подороже, но он, это просто, мне кажется, мой бестселлер. Это бренд Nars. И хайлайтер называется Hot Send. Обратите внимание, что если будете покупать в интернет-магазине, то, по-моему, этот продукт называется там как румяна под цветом Hot Send. Так вот, у него такое, знаете, свечение персиковое, но оно, опять-таки, не темное, и оно подойдет таким светлокожим, как мы с вами, потому что сама база хайлайтера, куда уже потом были добавлены блестки и прочие какие-то компоненты, сама база, она светлая, и поэтому подходит для светлокожих девушек. И последний хайлайтер, который, мне кажется, многим известен, это бюджетный хайлайтер, называется Highlighter Incredible Hollywood Smart Girl. В общем-то, вот так он выглядит, и у меня в цвете 02, тон 02. Это хайлайтер уже с более розовым тоном. Он тоже безумно шелковистый, мягкий, запеченный. И вот я хотела вам дать вариативность по разным трем оттенкам и по трем разным ценам, то есть вот этот дорогой, эти подешевле, чтобы вы могли выбрать для себя то, что вам нравится. Я Эвелин недавно показывала, поэтому давайте я воспользуюсь вот этим Smart Girl, чтобы показать вам еще раз, как он выглядит на коже. Наносим вот сюда, примерно туда же, где румяна. И хочу сказать, что он достаточно натуральный. То есть если вы хотите яркого эффекта, то его придется наслаивать. Но мне кажется, это даже удобно, потому что на каждый день просто один взмах кистью и достаточно. Если вы хотите сделать эффект более, получить более яркий какой-то эффект, то просто его нужно несколько раз нанести на одно и то же место, да, то есть понаслаивать его, и вы получите это свечение более яркое. Ну что, давайте перейдем к нашим последним двум моментам, двум составляющим. Это бронзер и контуринг. Вообще, на самом деле, вы знаете, тенденции в последнее время таковы, что визажисты, да, в каких-то рекламных компаниях или еще где-то, они не используют контуринг. Никто уже не делает вот эти вот серые-коричневые полоски, не делает вот эти острые скулы и прочее. Сейчас все склонны выбирать один продукт, и это бронзер, и просто наносят его как для того, чтобы придать цвет лицу, да, загар, так и для того, чтобы как раз-таки схудить лицо, придать ему скульптуры и так далее. И поэтому я начну свой рассказ именно с бронзеров. Здесь действительно для нас, светлокожих, все не очень просто, это так. Потому что все те бронзеры, которые направо и налево все рекомендуют, они подходят много кому, но не нам. К сожалению, на себе я это уже не раз испытала и, наверное, еще испытаю. Итак, бронзер для светлокожих, он сам по себе очень светлого оттенка. Вы знаете, это такие бронзеры, на которые смотришь и кажется, что, блин, он же ничего не сделает, он же не даст никакой цвет, никакой оттенок. Но на самом деле даст. И именно достаточный оттенок для таких светлокожих, как мы с вами. Итак, первый бронзер, о котором я бы хотела сказать, это вот такая вообще палетка от бренда Charlotte Tilbury, называется Film Star. Здесь есть хайлайтер и бронзер. И на самом деле хайлайтер для меня в зимний, например, период, когда я совсем просто максимально практически как лист А4, вот он для меня темный. Поэтому я про него вам не говорила. Он может подойти для меня летом, когда я чуть-чуть загорю. Хотя в целом это не про меня загар, да? То есть, ну, как бы моя кожа решила, что она будет бледной всегда. Вот, поэтому мне здесь хотелось бы отметить конкретно бронзер, потому что он очень удачного цвета, не слишком теплого и не слишком холодного, который как раз-таки сможет сыграть роль и бронзера, и контуринга. И по, естественно, там, по текстуре и по прочим характеристикам все продукты Charlotte Tilbury очень классные. Но вот цвет этого бронзера очень удачный для светлокожих девушек. Далее бронзер от бренда Physicians Formula. Уже более бюджетная опция. Выглядит следующим образом. Очень круто пахнет. Я пока еще не чувствую запахов, но помню, что аромат у него просто прекрасный. Но мы не об этом. Мы о том, что, опять-таки, его цвет, вот если давайте мы сравним, да, с Charlotte Tilbury, то вы увидите, что они плюс-минус похожи. Вот этот может казаться более темным, но я бы сказала, что он не такой насыщенный, как этот. В итоге говоря, они дают похожий эффект. Этот бронзер также очень шелковистый и мягкий. И что этим продуктом, что этим, очень тяжело поставить пятно. Это тоже то, с чем я сталкивалась, когда начинала вообще краситься, все, я начинала интересоваться макияжем. Все эти бронзеры у меня ложились пятнами, какой-то грязью. Это было просто отвратительно. И, в общем-то, с этими двумя продуктами таких проблем нету. И вот этот тоже рекомендую. Он хоть и дешевле, но все равно классный. И последний бронзер, который, опять-таки, не создает таких проблем, как пятна или что-то еще, это вот такой бронзер от бренда Benefit. Называется Hula Light. Я думаю, все знают, все слышали про бронзер Hula от бренда Benefit. В такой же коробке, только в такой малиново-бордовой. Но, к сожалению, для меня он всегда был темным. И я просто сдалась в какой-то момент, перестала использовать его на себе и положила в кейс для съемок и для клиентов. Но когда вышел Hula Light, я была просто вообще очень взбудоражена. И вы знаете, он реально очень крутой. Вот это тот случай, когда я посмотрела в коробочку и не очень поняла, что он сделает, потому что он, ну, кажется, что, ну, вот практически, как цвет моей кожи. Он чуть темнее. Он дает именно тот эффект, который нам, светлокожим, и нужен. Он немножко дает загар. Он немножко затемняет зоны, куда мы его наносим. Он ни в коем случае не ложится пятнами. И он смотрится очень нейтрально. Нет никакой рыжины, красноты, какой-то кирпичного вот этого цвета. В общем, я его очень рекомендую. И давайте я для примера нанесу его, потому что, мне кажется, он, наверное, наиболее универсальный с точки зрения цвета. То есть вот эти два продукта, они чуть более теплые, а Hula Light, он чуть более холодный. Поэтому его действительно можно использовать в качестве единого продукта для того, чтобы забронзировать лицо и придать ему скульптуры. Так как это бронзер, то я наношу по периметру всего лица, то есть не только на щеки, но также на лоб и по нижней части лица. Я хочу обратить ваше внимание, что лучше всегда наслаивать продукты, о каком бы продукте речь ни шла. Бронзер, румяна, хайлайтер, что бы это ни было, поверьте, всегда лучше добавить, потому что убирать просто сложнее и не всегда это получается хорошо. Опять же, если у вас есть какой-то бронзер, который кажется, что по цвету должен вам подойти, но он наносится очень ярко, возьмите более пушистую кисть или просто старайтесь не набирать на кисть так много и делайте очень легкие движения, когда именно наносите этот продукт на лицо. То есть касайтесь кистью очень легко и продукта, и потом лица. И тогда у вас передастся минимальное количество пигмента и, может быть, этот продукт в итоге на вас сработает. И напоследок я все-таки хотела бы осветить тему скульпторов, потому что если вы все-таки хотите подчеркнуть себе скулы или сузить нос, или что бы это ни было, хочется вам дать те продукты, рассказать о тех вещах, которыми я предпочитаю пользоваться. Опять-таки тенденции сейчас таковы, что, вы знаете, из-за того, что бронзер используют как универсальный продукт, уже контуринг, если уж и делают, то чаще всего это продукты более теплые. Они не такие рыжие или красные, как бронзер, но они не серые, как это было раньше. И это очень здорово, потому что тогда бронзер и скульптор сливаются лучше, сливаются воедино. Скульптор конкретно сам по себе, как отдельная полоска, виден меньше, и в итоге сам по себе макияж смотрится более натурально. И это, конечно, все здорово, но, к сожалению, это не работает на светлых девушках. К сожалению, реальность такова, что на светлой коже работает только холодный тон, потому что, ну, не бывает у нас теплой тени. Если мы натурально повертим, покрутим свое лицо, посмотрим в зеркало, мы не увидим никакой теплинки в тенях, которые образуются у нас на лице. Поэтому именно для светлых девушек я все еще рекомендую присматриваться к именно холодным, сероватым, немного даже лиловым продуктам для контуринга. И первый, мне кажется, опять-таки бестселлер, который, я думаю, все знают, это Кевин Акойн в цвете Light. Был раньше когда-то цвет Medium, для меня он был темный. И вот когда вышел Light, я была просто в восторге, потому что это реально самая натуральная тень. Он очень светлый, им сложно ошибиться, поставить пятно. Он действительно создает именно натуральный эффект тени. И я вот его просто обожала в свое время. Сейчас я действительно использую меньше контуринг, но он просто, это просто, ну, просто любовь. Дальше есть у меня два бюджетных продукта. Начну с этого, потому что, если честно, я не могу его в последнее время найти в магазинах. Может быть, я не там ищу. Если вдруг вы наткнетесь, я вам очень его советую. Это румяна лимони в цвете у меня 01. Ну, в общем-то, выглядят они как скульптор. Может быть, у них изменилась упаковка или название цвета, но выглядят они вот так. Помню, что стоили недорого. И, ну, если вот я вам покажу их вместе с Кевин Акойном, я думаю, что вы увидите, что они очень похожи. Просто вот максимально. Может быть, лимони чуть более темные, но, поверьте, они совершенно не выглядят темными на лице, и они, опять-таки, создают очень натуральную тень. Не могу их найти в магазине, но если вдруг наткнетесь, очень советую. И последняя находка, опять-таки, из недорогого сегмента, это бренд Lamelle, румяна в цвете 06 Taupe. В общем, выглядит так. Не знаю, изменилась ли у них упаковка или номер цвета, но, я думаю, понятно, что искать на сайте, что искать в интернете. Такой же оттенок с холодным подтоном, который именно на светлокожих девушках создаст очень натуральную иллюзию тени. И еще не могу сейчас показать вам этот продукт, потому что у меня давно его нет, но он до сих пор есть в бренде. Это румяна от бренда NYX, опять-таки, в цвете Taupe. Они очень похожи по цвету с теми продуктами, что я вам уже показала. Просто время движется, продукты меняются, у меня их давно нет, но я помню, что я ими пользовалась, они мне очень нравились, и они, опять-таки, хорошо подходят для того, чтобы где-то что-то скорректировать именно с точки зрения объемов. Друзья, на этом свое видео я буду заканчивать. Я очень надеюсь, что оно было для вас полезным, информативным, и вы действительно узнали для себя что-то новое, что может вам разрешить какие-то вопросы, которые у вас могли возникнуть при выборе косметики, будучи очень светлокожей, светлой девушкой. Если это видео было для вас полезным, пожалуйста, не забудьте поставить ему лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить будущие видео. Ну, а я с вами прощаюсь, и мы с вами скоро увидимся. Всем пока!